клево всем друзья сегодня на реке кубань приехал на утряночку перед работой что-нибудь поймать давно не был на реке кубань с фидером вот решил на утряночку выскочить а вдруг что-то поймаем сейчас нужно расписываться и поискать точку ловли это всего одна пасмурно но при этом очень-очень-очень душно мокрый сверху с меня течет несмотря на то что начало шестого только поставил сейчас кормушку клетку восемьдесят грамм такая вот ковушка монтаж онлайн с косичкой кому интересно как я его делаю можно перейти по ссылке посмотреть кубань это река с довольно сильным течением поэтому искать точку ловли я буду непосредственно кормушкой той кормушкой которая буду ловить примерно акваторию знаю далекий заброс сделать не надо уровень до 20 25 метров поэтому просто сразу возьму ориентир и начнем течение довольно сильно и удилища же нас хай про 13 фунтов до 150 грамм для таких условий она конечно слабовато первое колено согнуто в бубрик пойдет здесь очень долгий свал до самого русла постепенно и плавное погружение поэтому ловить можно в любое участие рыба будет в принципе возможно не главное определиться кормушка не прыгала останавливалась сразу определился с дальностью заброса теперь углом заброса буду искать ту точку в которой кормушка будет сразу останавливаться угол все буду делать острее 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 пока не найдут четкое место в котором кормушка становится и не несет в принципе все нашел кормушка стала и не несет все можно начинать ловить замешал вот такую прикормочку здесь смесь сладкой кукурузы в этой прикормке и базы черной базы просто базы и все это добавила тратанта мидия получилась вот такая тяжеленькая прикормка а тяжеленькая нам и нужно с арома чувствуется кукуруза слегка буквально и очень сильная при перебивает меди посмотрим вдруг что будет у нас поводок буду ставить 30 сантиметров и пока не вижу смысла делать что-либо длинное если будет желание половить чихонь тогда можно поставить длинный хотя она отлично клюет и на 30 сантиметров и так что и поставить 12 на ноль четырнадцатом поставим монтаж у меня уже не первой свежести побывал на нескольких рыбалок поймал много рыбы ну продолжаю его использовать завожу поводок просто петля в петлю никаких проблем с этим никогда не было начну с одного опарыша с красненького кормить я буду сразу такой опарыш на крючочки ловить я буду сразу без стартового закорма мне нет планов поймать трофейную сейчас рыбу у меня есть просто поймать планах рыбу и поэтому стартового закорма особо не смысл делать пошла родимая пока тишина когда рыба активно отзывается обычно сразу на первых забросах начинается поклёв а и Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok А вот на работу будет ехать уже сложнее Начинаем первый эксперимент Удлиняюсь до 60 см И при этом ставлю маленький крючок 14-й на тоненькой проволочке Для Кубани это очень слабенько Но сначала надо понять, что ей надо Чтобы начало засекаться Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Что там у нас такое Сейчас узнаем Надеюсь Вот она Маленькая гостерочка Я так и знал, что там она Так и знал, что там маленькая гостерочка Субтитры создавал DimaTorzok Истовая не получается Добавляем Добавляем Вот, гостерочка Чуть побольше Вот такая красавица Это что-то бешеное Вот такая Сверху Прикормку добавил Чуть-чуть сухой прикорм И буду так забивать кормушку Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Чуть-чуть сухой. Чуть-чуть сухой. Красивенькая Такая вот хорошенькая хорошенько небольшая густерочка ну вот добавил чуть-чуть сухого корма чуть-чуть начала пыли и рыбка ожила так вот бывает выручает очень хорошо добавка сухого корма на течение основной корм остается на дне небольшие части сухого плывут быстренько по течению подзывая рыбу с большего расстояния рыбка рыбка, опять густерочка, опять небольшая пока слаживается такое впечатление что уменьшение количества корма негативно сказывается на рыбу только начинаешь забивать кормушку таким образом чтоб часть корма возвращалась с ней поклевки стихают пока сложилось такое впечатление сейчас посмотрим сейчас не буду не сильно забивать все время подавать свежую порцию при кормке такое бывает так работает а бывает именно нужно чтоб плотно забивать посмотрим шкустерка только недавно от невестилась поэтому попадается вся потрепанная еще сколько две или три недели назад я ловил и кряную ловил на махалую удочку тоже на реке кубань можете перейти по ссылке посмотреть ловил туда очень хорошо крупную хорошую густерку и чехоль too и не 're Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Вот такой красавец... Вот такой карася... В этом месте... Вот этот размер карася... Основной размер карася... Его можно порой поймать очень много... Но весь будет от вот такого и меньше... Это место у нас... Место отдыха... Очень часто летом, когда жара... В этом месте... Где-то около... Двух-полтретьего дня... Уходит солнышко... И становится тенечкой... И мы сюда приезжаем на вечерку ловить... Чисто сидеть... Кайфовать... Отдыхать... Полавливать... Рыбку... Вот такая тактика... Срабатывает... Постоянная подача корма... Но поводок... Именно... Обычно... Работает лучше всего 30 сантиметров... А сегодня вот 30 сантиметров... И подобрал крючок... На который... Хорошая засекаемость... Вот там... Маханьте огустерочка... И кстати... Вот такие маленькие карасики... Чаще всего плюют очень нежно и очень осторожно... На крайней заметности... Несмотря что течение сильное... Вот слегка дюк... Сделать и все... Понимаешь? Как здесь? Вообще... Когда... Начал ловить на течении... Меня... Очень сильно удивило... То что... Рыба может склевать... Не так сильно... Как все везде рассказывают... Что на течении прям бешеные поклевки... Вот я столкнулся... Уже... С тем... Что очень часто... Наоборот... Бывают поклевки... На грани заметности... При этом... Очень крупная рыба... Крупного карася... Подлещика... Единственное... Густера... Чем мельщики... Сильнее поклевки... Крупная рыба... Мелочь всегда отгонит... И возьмет самый вкусный кусочек... Поэтому... Именно здесь... Я ловлю... Обычно в темпе... С ожиданием... В районе минуты максимум... Единственное... Смотришь уже... Что... На данный момент... Крови надо... То ли... Малая подача корма... И тогда кормушку завиваешь... Максимально сильно... Максимально плотно... Или нужна большая подача корма... Когда завиваешь... Не сильно... Чтобы он... Выдувался... Когда... Сюда начинает подходить... Уже чехоль... Туда великолепно... Поразвлекаться... Половить на фидер чехоль... Там уже... Свой... Стиль... Ловишь... Полусухой... Кормушкой... После коса... Не одна... Сразу выбираешь... В итоге... Вставишь на точку... Чехоль... И можно наловить... Очень много... Ну конечно... Идет бешеный расход... Припланки... То есть... Кормушка... Коснулась дна... Остановилась... Выматываешь... Коснулась дна... Остановилась... Выматываешь... Как правило... Тихонько... Активно ты уже поставил на точку... Она клюет... Кормушка... Коснулась дна... Поводок... Выпрямляется... И в этот момент... Идет поклевка... Когда рыбка... Иди ты мне... Моя хорошая... Ой... Как я тебя рыбка люблю... Вот... Какая густерка... Великолепная... Ребятка... Опять... Смотрите... Какая красавица... Смотрите... А... Это подлещик... О... Подлещик... Сопливчик... Клюнул... А что мне нравится... В кубанском подлещике... Он почти не сопливый... О... Это вообще великолепно... Сильное течение... И сопли сдувают... У него... Только так... Надо как-то... Вон туда... Взять мах... И приехать... На мах половину... Попробовать... Там обраточка... За песок... Вот... Вода пока себя не поднялась... Надо попробовать... Только... Обязательно... Для маха... На сильном течении... Нужна грунт... Здесь... Песок... Надо где-то заранее найти грунт... Можно земли... Но лучше... В суглинах... И... Попробовать... Там... Половить... Вот... Еле-еле... Юг... Юг... И... Тишина... А все... Поголовно рассказывают... Что... О течении... Поклевки... Отдай удилище... Сейчас... Потом... Я ловил... Даже... Крупного... Карася... Леща... До килограмма... Сазана... И... Очень часто... Такие... Поглевки... У него... Одна чехоль... И... С... Густеркой... Бывает... Очень активно берут... Кубань... Вот... В этой ее части... Не знаю... Как нельзя... Там не ловил... Но... В этой части... Очень сложный водоем... Он... Каждый год... Разный... Никто не знает... Какая рыба... Какое время... Будет склевать... Вот... Совершенно... Каждый год... Разный... Была ведь... Ситуация... Когда мы... В феврале... Вовсю... Ловили... Рыбу... Как бешеную... Как бешеную... Как бешеную... Как бешеную... Здесь уже в феврале... А бывает такое... Что... Начинает здесь ловиться... В начале лета... В мае... Большинство почему-то стараются ловить рыбу... В своем секторе... Как будто спортсмены... Вот им нужно закинуть прямо... И чтоб прямо лежала кормушка... Вот я сейчас ловлю кормушкой 80 грамм... Чтобы мне удержать кормушку прямо... Мне нужно за 120 грамм... 140 грамм... Чтобы сейчас... Я здесь удержал прямо кормушку... Вопрос зачем? Зачем? Мне никто не мешает... Даже если придет доночник... С донками... С большими грузами... Если оно встанет от меня... В метров десяти... И мне на этой дистанции... Хватит кинуть под углом... Чтоб более легкая кормушка... Встала... Зачем себя мучить... Убивать руки... Катушку... Снасти... Кидая... Бешеные веса... Можно ловить более легкими... Более комфортными... Мало того... Я могу поставить гармушку 60 грамм... Но буду кидать... Еще ближе... На 15... На 12... Сейчас буду кидать... Я здесь... Кидая... Под углом... Буду ловить... Кормушка 60 грамм... А народ будет приходить... Сказать... 120 грамм... И выше... И больше будем ловить... Был очень маленький тычок... Прям на грани заметности... Вот... Из артипу... И все... И тишина... Она засеклась и сидела... Вот так... Такая активность рыбы сегодня... Такая активность рыбы сегодня... Процессировала... Такая активность... Недели... Недели... Клево всем ловить рыбу ставить... Еще раз... Клево всем ловить рыбу ставить... Клево всем ловить рыбу ставить... А... Сколько подписчиков на канале? Чем больше... Деньше... На шумцалове... На шумцалове... На шумцалове... Да... Это все у нас толки... Это что это будет? Густерка... А что там еще... Кроме нее есть? Один тарачка... Несколько десятков густера... А что ты с ней будешь делать? Выпили... Ты сейчас на работу еще ехать... Ой... Мне еще на работу ехать... Я перед работой... Ребята подписывайтесь на мой канал... Славик Лайв называется... А как видно что... Как видно что клюет что-то возьмут... Как он? А будет да? Слега не найдет... О! 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 А ну еще... Смотри, смотри... Прямолучили... Веста? Так а что вы выкидываете? Нужно, забирай. Не, она не нужна. А что с ней придется делать? В соленом виде вкуснее таранца. Да? Я так понял. Таранца вкуснее с ней отбитает. А жарить, не жарить? Жарить можно. А ее как карасян отрезаешь через сантиметр. Но в жареном виде тоже вкуснее, чем карасян? Нет, жареном виде вкуснее карасятов и карасян. Все, это вообще без разговора. Ясно. Ладно, все удачно. Давай, спасибо. Давай, спасибо. Рыба нужна на жареху? Забирайте. Что ловить, уже есть. Ребята собрались на байдарке справляться по Кубани. Собрались. Баня отдыхает. Прикольно. Молодцы, ребята. Мы сейчас уплывем. Они уплывали, но обещали вернуться. Ну что, друзья, три часика провел на утрянке. Сейчас на работу поеду. Не густо. Десятка-три мелких густерок подловил. Десятка-три густерочек. Два карасика небольших. Так что, кайфанул, отдохнул. Друзья, чего я вам желаю.